потапенко будет серебряный дождь время говорить доброе утро к тем кто только что к нам присоединился мы слегка задержались а точнее мы попросту говоря не можем не обсудить с вами в этом часе в том числе и то что происходит с поселком речник потому что на мой взгляд эта ситуация не про поселок речник а традиционно как поступать в том случае если вам что-то обещали но 9 лет уже не выполняют и люди живут в абсолютно подвешенном состоянии сносят не сносят документы не принимают и знаешь прекрасно спасибо нашим слушателям которые напомнили шварца с обыкновенным чудом и вот это вот цитата короля когда честное слово мне здесь так нравится очень нравится дом так устроен славно с любовью так бы взял и отнял честное слово а между прочим если совета идеального зла я бы людям бы как раз давал бы надежду и по ушам бы ездил бы чтобы они больше застраивали потому что вот позиция не не радикализированная она будет в том случае если человеку много чего терять вот нельзя их держать чтобы у них были пустые участки наоборот нужно ездить по ушам чтобы они туда там много вкладывались много строились бассейны там если у кого есть такая возможность дома какие-то трехэтажные потому что потом из них можно вообще веревки видеть потом давайте сразу заметим подход к самой набережной он у них не загорожен то есть это можно сделать общего доступа да как вот например у меня на даче хотя это не москва да а там просто в момент взяли шлагбаум поставили речки никак не пройдешь ну все это вот теперь наши коттеджный поселок и так я думаю что сейчас вот если послушателям так спросить насколько у вас частая ситуация что была речка а теперь у вас нет речки было поле нет поля ну и так далее то есть вещи которые вообще честно говоря что происходит да с побережьями так называемого нашего этого московского моря ну просто огороженная это да не подойдет что творится хотя она общая если у вас силовая крыша то в принципе дальше уже никто не пройдет а если вы так своим жк по или там каком-нибудь садовом товарища там поставили забор или это нет не сложно как раз есть еще негативные моменты в пятницу была комиссия сдали документы что-нибудь комиссия это сейчас ждем от них ответ получается да я думаю они сказали как мы вас в известность поставим мне очень понравился этот пассаж из неприятных моментов посыл по известному эротическому адресу звучит не так я вас услышал отлично я вас услышал так вот ходят по поселку нанятые кем-то волонтеры якобы такие знаете борцы за справедливость и якобы выступают против речника как против захватчиков земли да и на что им жители конечно всегда один тот же вопрос задают очень интересный а вы правда думаете что если нас несут тут вместо домов будет набережная общественная это при том что на то как у малине на анатолом берегу прям напротив них незабудки цветут кто-то вывел огромный кусман земли уже и построил там элитный коттеджный поселок и никого это не волновало ну то есть там волонтеры не ходят там все в порядке ну и конечно вот эта вот история с двойными стандартами она повсеместная а последний звук знаете чего касается мне очень нравится какие имена всплывают когда мы говорим об этой комиссии десятилетней давности на девятилетний если быть точным и на биулина там и чайка наш любимый там даже кучерена затесался давайте послушать у нас есть правовые основания по нам комиссия заседала 8 месяцев они собрали все документы там 25 человек входили в эту комиссию это лучшие юристы россии ловляла их на белулина туда входили кучерена там много их там было еще и тишина вот 9 лет и тишина понимаете ведомственный поселок каналы имени москвы в пятьдесят шестом году далее значит ветеранам там блокадником у нас там много очень бабушек там и когда у нас началась приватизация в россии председателю на тот момент был старенький дедушка ну да ну можно пойти они боялись приватизировать он был да ладно ну что тут будет вот ну мы же ведомственный поселок каналы имени москвы кто знал что поселок который давали в глубоком подмосковье станет москвой и не самая ее худшей частью да там рядом рублевская и до кремля ехать 15 минут кто ожидал что будет вот такая вот кто они все люди пожелания очень наивные они всегда считали что государство защитит а вышло вот как вышло на не до сих пор все я вам больше скажу я уверен что они до сих пор считают что государство их защитит ну либо говорят вот мне вот эти вещи в разговоре что ну вы пожалуйста там не будь помягче не надо ратикализировать вот эту всю ситуацию потому что боятся конечно что если по плохому тогда и с ними сейчас будут по-плохому слушатель валерии вспоминая сколько там 15 домов сожгли спалили тогда 18 домов да ну видишь нормально сегодня сдохнешь ты завтра сдохну я просто задача отсрочить свой ведь страх это такая это прекрасный мультипулятивный соответственно элемент им он прекрасный соответственно слуга ну крайне дурной хозяин а здесь хозяин то в общем понятен слушатель валерий стулы вспоминает московские сносы имеется ввиду вот эти вот магазинчики метро палатки валерий пишет ну а что ж хотели проглотили собянина с его это помощь фраза прикрываются какими-то бумажками о собственности я помню как тогда всех возмутила эта реплика ну вот вам логичное продолжение банкета но я могу еще веселее добавить в эту историю красок это было в общем-то около предвыборной истории мы поскольку мы как раз и занимались защитой предпринимателей мы по всем и базам а было под снос пошло если мне не изменяет память 1212 объектов цифра была такая красивая мы раз разослали письма обзвонили говорим ребят мы готовы защищать ваш интерес безвознежно то бишь даром так вот в суды согласилась пойти всего па-ба-ба-бам девять слушатели да владимир нам пишет бороться с левиафаном очень трудно и почти бессмысленно ресурсу власти не сопоставим с гражданами затопчет запугают землю отберут дома снесут за счет граждан на особо прытких заведут уголовное дело попробуют детей отобрать и тому подобное строительная мафия с властью слилась жаль людей и еще один комментарий из ватсапа на окраине сергиева посада почти уже достроили хорду которая прошла рядом с снт крайнюю линию домов снесли за дома по информации страхового агента предложили 20 тысяч рублей вот вам и дома пишет слушатель точнее вот вам и документы на землю и настроение кто-то процитировал собянина с его прикрываются какими-то бумажками о собственности ну так оно и было спасибо тебе огромное мы ждем решения по поселку речнику когда нам что-то скажет комиссия хотела еще сказать вы сейчас будете обсуждать онкоцентр правильно если кто-нибудь из очевидцев самих врачей выйдет на связь я с вами свяжусь я к вам съезжу в общем по любому письмо позвало дорогу рассматривать и рассматривать эту ситуацию да друзья пишите нам пожалуйста либо на электронный адрес silver собака silver.ru в любую из наших соцсетей можете написать и действительно давай перейдем к теме о том что детские онкологи это 26 специалистов национального медицинского исследовательского центра онкологии имени блохина написали накануне заявление об увольнении они заявили что готовы уйти если их не перестанет травить новое начальство и не начнут начислять зарплату прозрачным образом обращение врачей опубликовано на youtube канале независимого профсоюза медработников альянс врачей я понимаю все таки заявление они не написали давай сначала послушаем давай сначала послушаем вот это обращение мы детские онкологи посвятивший свою жизнь спасению детей мы работаем в уникальном лечебном учреждении послужившим основой для всей детской онкологической службы страны на лечении к нам приезжают дети со всей россии а также из других стран мы объявляем о своем решении уволиться поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг заявление об увольнении уже написаны долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях отсутствует банальная вентиляция стены поедают плесень оплаты переполнены больными при этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов но введение в эксплуатацию откладывается из года в год вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе начисление заработной платы сотрудников превратился закрытый несправедливый процесс который направлен на выдавливание неугодных не создав ничего нового вновь пришедшее руководство уничтожает достигнуты дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране поставив под угрозу жизни детей мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института детской онкологии мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам провести аудит строительства новых корпусов института детской онкологии мы обращались ко всем представителям власти но нас никто не услышал теперь мы обращаемся ко всем гражданам россии коллегам пациентам и их родителей с просьбой нас поддержать потому что если не вы то за нас никто больше не заступится это обращение врачей на канале в ютюбе под названием альянс врачей это профсоюз медработников смотрите мы с последней информации в центре имени блохина уволили такие заместителя директора не детской онкологии и гематологии а также исполняющего обязанности заведующего отделением георгия менткевича который как раз вместе с другими врачами и пожаловался в этом самом видео обращении на действие руководства рассказал об этом глава центра иван стиледи за хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор он является заместителем директора совмещал эту должность исполнением обязанности заведующего отделением но смотри какие нюансы начали появляться мы сейчас свяжемся со специалистом буквально за хамское поведение совершать за формулировку об уволении смотри давай ну как бы мы все же стороны да любим с тобой значит я просто пытаюсь на каком основании можно человека уволить из государственного учреждения какая статья была им при вписано ну потому что либо это по соглашению сторон либо соответственно по собственному желанию а вот по статье а по какой статье его уволили ну да пока подробностей никакие потому что в данном случае если его уволили надо через суд восстанавливаться потому что ну так и доказывать надо по статье так быстро не увольняются две недели отработка в любом случае да друзья значит разбираться в ситуации начала комиссия минздрава как говорят вот с другой стороны да конфликт разгорелся после приглашения на должность директора института детской онкологии гематологии светланы варфоломеевой но как отмечают в руководстве центра поводом для конфликта стали не реформы это вот да то что озвучивает противоположная врачей сторона значит тоже врач судя по всему смотри не реформа которая проводит варфоломеева а конфликтом якобы вроде как стало то что она поставила вопрос об изменении сотрудничества центра с благотворительными фондами учредителями которых являются некоторые врачи директор центра иван стелиди которого мы тоже уже сегодня цитировали отметил что была поставлена под сомнение необходимость в посредничестве этих фондов при привлечении средств на лечение да и в том что сотрудники центра этим занимаются по его словам по словам стелиди есть некоторые шероховатости в целом деньги в необходимом объеме может выделять государство считать стелиди и это могло стать толчком к действиям врачей директор центра также высказывает мнение о том что за этим стоит некая группа вне онкоцентра которая пытается умело дирижировать настроениями сотрудников вот тебе такая версия пожалуйста ну хорошо то есть встать на ту сторону и предположить что есть конфликт интересов то есть привлечение денежных средств а в чем конфликт интересов если привлекается денежные средства на лечение на лечение граждан я тоже не совсем понимаю но если врачи являются некоторые если бы они получать и телами фонда если бы они были получателями я еще могу было предположить но окей хорошо давай все таки попробуем правовую какую-то основу под это подвести потому что хорошо по предположим они являются учредителями поступают деньги только при условии того что у них есть личная материальная заинтересованность например фонде они получают какой-то доход от проведенных денежных средств или наоборот привлеченных денежных средств или размещенных денежных средств тогда я могу предположить конфликт интересов в в этой части и тогда но тогда об этом конфликте интересов надо говорить публично и явно и сторона скажем так руководство должна это доносить с какими фондами есть и какие конфликты интересов они говорите это загадочными фразами шероховатостями потому что про шероховатости мы все что угодно можем понимать в том числе и заусенец на на пальце тоже шероховатость на связи со студией серебряного дождя адвокат специалист по защите прав медработников арена вячеславовна субботина доброе утро арена вячеславовна доброе утро скажите арена вячеславовна вот у государственных служащих в данном случае которым я понимаю относятся у нас врачи есть ли вообще возможность отстаивать как-то свои права на сколько я понимаю у них очень сильно ограничены возможности там на забастовки на все забастовки да когда пациенту угрожает жизнь то есть врачи в этом плане действительно несколько ущемлены но по поводу вот сейчас и теперешней ситуации по выплатам зарплат я хочу сказать что во многом все проблемы которые связаны с этим с недовольством работников связаны с тем что на сегодняшний день существует система которая внедряется практически во всех государственных учреждениях она называется эффективный контракт система связана с тем что вводятся определенные показатели первое это оклад незыблемый такой показатель он где-то в размере минимальной заработной платы в регионе а все результаты труда уже привязаны к стимулирующим выплатам при этом оклады не повышают это приводит к недовольству работников мы практически всегда дальнейшая составляющая это коэффициент который связан с общими правилами выполнением работников труда ну как он вовремя приходил на работу выполнял свои обязанности и вот самый зыбкий самый зыбкий показатель это показатель эффективности оплаты труда и теперь так называемый который вычитывается в зависимости от того в каком подразделении человека работает и самое важное там что касается врачей это удовлетворенность пациентов отсутствие жалоб на врача и количество пациентов которые он принял то есть сам по себе вот этот факт может показаться работникам несправедливым ну представьте если вы говорите об онкоцентры специалисты получают зарплату в зависимости от мнения умирающих отчаявшихся людей без медицинского образования насколько они оценят труд врача который при этом учился десятилетиями безусловно в условиях вот этой ургентности жалоб там будет в разы больше чем скажем так в санатории и вот этот вот коэффициент довольства пациентов во многом ставит в ущербное положение врача и сказывается на его прямо сказывается на его заработной плате ну и кроме того это может породить блоупотребление руководством своими правами вот это дифференцированная оплата труда то есть руководители могут то что вводилось как бы для улучшения качества медицинской помощи может привести к злоупотреблением когда руководители начинают с помощью заработной платы манипулировать персоналом ударять по карману любых неугодных сотрудников и это приводит к недовольству сотрудников практически всегда поскольку в настоящее время существует огромный отрыв между заработной платы руководителя и заработной платы рядового сотрудника то нередко руководитель защищает прежде всего свое кресло и наводняет коллектив угодными сотрудниками лояльными к руководству сотрудниками которые боятся слово сказать они специалистами своего дела которые как правило уважают себя отстаивают свое мнение и это порождает ряд конфликтов поскольку специалисты могут во много раз превосходить свое руководство в том числе в медицине в своей специальности и начинается в коллективе нездоровые ситуации доносы наветы шпионаж вот этот вот трудовой эффективный контракт во многом способствует созданию вот этих нездоровых конфликтных ситуаций в первую очередь в медицине в первую очередь в медицинских коллективах а скажите а какие-то правовые законодательные механизмы которые могут защитить специалиста от неправомерного увольнения они есть на данный момент ну практически все те же самые что которые относятся и к рядовым работникам это прежде всего можно обращаться в трудовую инспекцию жалобы когда человек считает что его незаконно пытаются уволить незаконно ему делают выговоры дисциплинарные иные взыскания он в первую очередь должен обращаться в трудовую инспекцию жалобы рассматриваются явиться можно лично или по почте обратиться заявление пишется в произвольной форме организация указывается где произошло нарушение права в какой форме они были нарушены суть нарушения и по итогам рассмотрения когда трудовая инспекция начинает выполнять свои функции организация будет отвечать если человеку уже уволили как он считает незаконно то трудовая инспекция как правило уже не вмешивается указывается что это гражданское правовое взаимоотношение тут необходимо подать сразу иск в суд необходимо соблюсти сроки обжалования в течение месяца подать иск в суд о восстановлении на рабочем месте спасибо спасибо что были с нами у нас на связи был адвокат специалист по защите прав медработников Арина Вячеславовна субботина ну вот слушатели смотри с того что пишет нам в ватсапе я напоминаю друзья можно и позвонить 730 100 и 1 ну и что что они учредители фондов главная цель какая помощь больным а мне кажется здесь все очень просто просто те кто сейчас пришел хотят привести свои фонды хорошо можем и такую версию 730 100 и 1 доброе утро доброе утро здравствуйте алло здравствуйте могу удержаться смотрите там очень важных фраза прозвучало государство может в полном объеме финансировать да была такая фраза была тогда я не понимаю если оно может в полном объеме и есть фонды то зачем фонды то есть там никакого противоречия нет просто если государство может пусть финансирует тогда нет необходимости в фондах и нет никакого конфликта интересов тут какая то по моему ерунда не могу с вами не согласиться да наличие фондов говорит что все не так ну я знаком с несколькими пациентами практически все говорят что в общем не хватает даже зачастую базовых лекарств и в общем конечно те у кого рак это практически вот действительно доживают при том что во многих странах ну наши звезды не просто так лечатся в Израиле и в Германии потому что это возможно не только приостановить но и судя по всему вылечить из того что слушатели пишут на смс портал насколько я знаю в госучреждениях действует дикая система в силу которой первое глава учреждения достаточно гибок в назначении зарплаты персоналу ну что в общем специалисты да подтверждают второе сэкономленные средства в том числе за счет зарплаты неугодных он может распределить по своему усмотрению например на бонусы себе и угодным себе людям 730 101 здравствуйте доброе утро слушаем алло да доброе утро слушаем вас доброе утро Дмитрий Дарья меня зовут я постоянный слушатель дождя люблю его и поклонник многих из вас но это тот случай когда я готов немножко предостеречь от односторонней немножко оценки дело в том что я лично знаю руководителя онкоцентра Ивана Стелиди много-много лет и знаю эту ситуацию волей случая потому что я медик там его недавно назначили он целый год был ИО вот и до него возглавлял этот центр господин Давидов учеником которого какое-то время был сам Иван Стелиди Иван прекрасный хирург профессор в свои 55 блестящий специалист и так далее и так далее вообще не мечтал туда руководителем становиться но 2 года назад он выступил с критикой того что происходит просто не мог уже выносить того что видел и сокращу короче стал назначили в итоге его руководителем он расчищает Авгеевы конюшни образно выражаясь очень сложно подобрать команды те кого он вызвал ребята будем делать по-новому многие подвели идет серьезная борьба противостояния там громадные бюджеты и вот эти привлечения фирм со стороны для оказания тех или иных услуг они все были по понятной схеме понятной я имею ввиду в нашем понимании ну нечестными вот это все цвело и расцветало гигантские просто масштабы незаконности и человек взялся и я не знаю можно жалеть что это ну как жалеть это моя оценка это очень сложно идет противостояние со всех сторон и ну со всех давайте так по радио я не буду сейчас рассказывать то что я знаю а я в общем то не член команды я просто хороший товарищ много-много лет его знаю и это честный человек образованный умница он самый яркий из всех нас когда мы еще учились и так далее и так далее вот и я искренне желаю чтобы у него получилось но я знаю что ну система прет просто как трактор и вот дмитрий ваш я же ваш слушатель постоянно сейчас легкая легкая интонация у вас идет на стороне тех кто ролик записал ну это чувствуется вы просто не знаете детали а там это записано на все голоса все постановка то есть они они ищут с разных сторон как подобраться и утопить чтобы он ушел и все вернулось на круги своя чтобы просто другие люди стали теперь иметь возможность чтобы система работала так как она работала поверьте она просто там настолько все ужасно я не говорю про детскую руководитель детского отделения ничего не знаю адвокат сейчас выступала она по схеме да наверное права и наверное так это есть и мы с вами знаем насколько зарплатами манипулируют и так далее и так далее я лишь говорю о человеке который пришел туда рискнув и репутацией и здоровьем и были угрозы физической расправы еще на стадиях и так далее и так далее да спасибо вам огромное извините что вас прерываю у нас просто времени очень мало да времени просто подходит мы хотим чтобы с Дарьей Касьяновой сделала репортаж огромная просьба чтобы если возможно вы свяжитесь или напишите ваши координаты на наш ватсап или на любое средство соответственно да не проблема да и соответственно Даша с вами свяжется и если будет возможно сделать со всеми сторонами этого конфликта это как раз мы как раз хотим разобраться мы хотим как раз вот чтобы было не ролик я про это и говорю чтобы вы мои дорогие и любимые ведущие и ведущие вот не скатывались да раз кто-то пожаловался значит именно вот только так и делаем вот именно пожалуйста оставьте свои координаты да координаты оставьте мы сделаем отдельный репортаж прямо на именно на эту историю спасибо так да ну и тут заканчиваем именно с этой темы если Лидия как раз говорила о том что никаких проблем с выплатами и уровнем зарплат нет жалобы на ужасные условия в палатах не выдерживают критики все базовые лекарства есть что подтвердила проверка прокуратуры друзья ждем репортаж Касьянова Дарья Касьянова готова выехать все сфотографировать и нам показать оставайтесь с нами мы скоро продолжим Потапенко будет доброе утро говорят мы нащупали а россияне нащупали такие это убой говорят мы нащупали Дима обожаю ну нащупали же да ножкой так знаешь когда так ступаешь так а там что-то склизкое под тобой но ты ж нащупала ты еще не знаешь что это но нащупала итак россияне нащупали субъективную границу бедности восприятие россиян семья живет в бедности если средний доход одного члена не превышает 12 с половиной тысяч рублей показало исследование левада центра сорок процентов респондентов сообщили что их доходы ниже этой субъективной границы где границы бедности друзья да семьсот тридцать сто и один плюс семь девятьсот три регионы давайте подключайтесь давайте москвичам набьем морда что называется где это граница ну вот кстати у нас тут же сразу пришло сообщение из эльдара с челябинск спасибо что написали матери увеличили оклад в августе с девяти тысяч восемьсот пятидесят пятьдесят пятьдесят четырех рублей а фонд оплаты не увеличили уменьшили доплату за категорию стимулирующую часть средняя школа город златоуск челябинской области нет цифры даже нравится понимаешь цифры прямо хорошо еще копейки не добавили понимаешь одиннадцать двести пятьдесят четыре я так понимаю это традиционный наш так называемый доживательный уровень а нет это нет это прожиточный называется но он доживательный потому что это 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 не это не доход это издевательство для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно тридцать восемь тысяч рублей на человека ребят обращаю ваше внимание цифра на человека авторы исследования левада центра попросили респондентов назвать общий среднедушевой доход их семьи за прошедший месяц он оказался почти в два с половиной раза ниже оценки нормального дохода то есть нормальные шестнадцати восемь тысяч нормальное восприятие россиян доход получают только семь процентов опрошенных по крайней мере именно это следует из результатов опроса из исследований левады ну это хорошо хоть семь процентов понимаешь хоть как-то живут а это означает что девяносто трине вот выживать доживают это только попнот правда конечно опрос это может быть не вся статистика но все-таки давайте какова граница ну вот смотри да николай как раз вот и без регионов хотел вот николай из орла нам пишет а свыше двенадцати тысяч это по вашему не бедность даже двадцать тысяч это кошмар а не жизнь ну озвучу то что говорил что я считаю что до двадцати пяти тысяч рублей доход на человека в семье не должен не облагаться никакими налогами и не может быть никаких государственных треб вообще никаких вот совсем потому что все государственные требы гражданин оплатил своим трудом на этой низкооплачиваемой должности и вот но уж не говоря про то что у бюджетников не может быть никаких подоходных налогов потому что они и так получают деньги из налогов не надо плодить расчетчиков счетчиков поэтому напишите в какая ваша на ваш взгляд граница бедности хотим услышать вас у нас на связи экономист президент инвестиционной компании московские партнеры Евгений Борисович Коган Евгений Борисович доброе утро да доброе утро ну вы не относитесь у нас к счастью или не знаю к несчастью я так понимаю к людям которые могут посчитать свою зарплату до 11 254 рублей на ваш взгляд все таки какова граница этой той самой бедности вы знаете ну вообще меня конечно спрашивать об этом сложно конечно не целевая вы уж так скажем да но я вот полагаю что все таки вот общаясь с людьми опять же живу в москве вот общаясь с людьми у которых там семья например двое детей двое взрослых вы знаете очень тяжело я сейчас буду говорить на микромольные вещи но достаточно тяжело содержать семью на 150 200 тысяч рублей в месяц я сейчас не шучу я понимаю что это звучит вроде как дико но с нашими нормальными тратами москвича даже эта сумма выглядит совсем не заоблачной а скорее достаточно проблематичной для такой нормальной человеческой жизни если мы будем говорить о деньгах на выживание ну наверное можно как-то просуществовать в Москве семье с двумя детьми на 80-90 тысяч рублей еще раз говорю просуществовать все остальное это уже ну просто отказ в себе каких-то базовых элементарных очень важных вещах ну а сколько себя можно отказывать и в каких вещах знаете вопрос творческих можно отказывать в питании в лекарствах в транспорте в отдыхе можно во всем себе отказывать тогда это уже называется извините бедность и нищета я бы даже сказал выживание попросту говоря от рождения до гробовой доски попросту говоря нужно как-то ноги протянуть и производить некий продукт в виде батарейки такой производить да именно и вы знаете еще один момент очень важный вот когда мне рассказывают про то что там 10-11-12 тысяч рублей ну смотрите все же просто вот у меня есть царики родители у них пенсия там ну какая-то вроде есть там тысяч по 15 на каждого то есть вдвоем на 30 ну понимаете я смотрю на это и плачу естественно что я помогаю им достаточно серьезно и я понимаю что если бы я не помогал у них бы стоял вопрос очень просто либо отплатить квартплату либо заплатить за лекарства которые весьма дороги либо заплатить за еду извините вот как-то так поэтому а что делать тем у кого нет детей вот это вопрос очень серьезный который в состоянии помочь а что делать тем которые вынуждены сами помогать своим детям поэтому вот эти разговоры про 11 про 15 13 тысяч ну на мой взгляд это разговоры из серии издевательств да не могу с вами не согласиться спасибо спасибо что были с нами у нас был на связи экономист президент инвестиционной компании московский партнер Евгений Борисович Коган так из того что пишут наши слушатели живем ниже любых уровней оформляем субсидии на ЖКХ очередь на субсидии огромные нищих полно Леонид из Казани ура поднимаемся с колен 730 101 телефон прямого эфира Ирина из Екатеринбурга у меня зарплата 35 у мужа 38 но мы растим двоих подростков концы с концами сводим спасают старые запасы но ГБУ жилищник вот ты знаешь я все таки вот у меня все таки когнитивный диссонанс я все это понимаю но на московские выборы пришло 17 процентов большая часть это бюджетники ну вот тебя туда гнали тебя что там расстреливали или не знаю тебя лишали зарплаты ты не смог поставить не знаю для отчетности положить ниточку сфотографировать ее отчитался потом поставить ну хотя бы назло своим что называется псевдоработодателем понимаешь вот все равно 17 процентов у меня вот это не складывается 730 101 телефон прямого эфира доброе утро доброе утро слушаем вас доброе утро меня зовут Виктор я работаю в Москве собственно про прожиточный минимум хотел сказать как раз про все эти вещи вот у меня трое детей сам я работаю на в общественной организации получаю я где-то тысяч наверное около 90 но в Москве очень важно категорически важно есть у тебя своя квартира или нет это точно или ты ее снимаешь и я примерно там более трети своей зарплаты отдаю просто за квартиру для того чтобы просто у меня была крыша над головой несмотря на то что родился ты я в Москве и жена моя родилась в Москве но мы снимаем квартиру потому что с тремя детьми мы как бы ну не можем стеснять настолько ни одних родителей ни других а скоро будет четвертый и как бы если бы я после своей основной работы не зарабатывал еще подработками своими там ну я там по сути будем откровенно выражаться я барыга ну то есть там продаю покупаю подешевле продаю подороже вот и развожу это там по клиентам ничего себе барыга это называется простите товаропроводящая цепочка это маркетинг ну хорошо можем и так сказать то есть ну если бы не эта подработка я бы не смог обеспечить свою семью то есть так я на данный момент сейчас выхожу в плюс и даже там что-то откладываю на будущую ипотеку а если бы этого не было то наверное я даже не знаю как как существовать в москве вне москвы там может быть там картина совсем печальная то есть я недавно тут вчера например видел замечательную картинку где градации в процентах сколько народ у нас получает денег ну то есть там у кого от 11 тысяч до 15 от 15 до 20 от 20 до 25 вот так с таким шагом по пять тысяч и самое большое количество людей у нас получает там от 20 до 25 тысяч рублей свыше 100 тысяч рублей по россии получает около 7 процентов но мы же понимаем что свыше 100 это и 101 и 100 миллионов например ну да и это очень печальная цифра то есть там если бы не было Питера с Москвой то цифры были бы совсем ужасающие на мой личный взгляд вот собственно все что я хотел да спасибо ну да я с вами соглашусь и более того даже если вот в этих так называемых благословенных семи процентах вычистить и сделать медианную зарплату то есть убрать самую низкую там например убрать самую высокую то я думаю что там и семи процентов то у нас не будет а у нас у бедности это уже давно уже сказали и я вам как экономист могу сказать у бедности детское лицо то есть человек который рождает детей то есть в семье по сути дела он сваливается в нищету сразу из башкирии у меня свекровь все платно раньше тоже все оплачивали и сами медицину образование сейчас это стало неподъемно моя пенсия 7 800 доплачивают до 9 200 мою полы в магазинчике но скоро уволят уже предупредили с любовью к вам пенсионерка за 70 еще с этого какие-то налоги еще пенсионерам нельзя работать ну не знаю вот совет идеального зла все-таки дорогие вожди мне кажется для того чтобы создать лояльное к вам население освободите вы хотя бы зарплату ниже минимального уровня от всяческих поборов своих же собственных то есть если вы хотите вашу корову побольше доить надо ее и побольше кормить ну тут даже кормить вам это дешево обойдется вам этот лояльный электорат еще и не бунтующий еще останавливающий так называемую молодежь оппозиционеров обойдется очень дешево 730 101 мы еще будем принимать ваши звонки в прямой эфир друзья также пишите плюс 7903 7976 333 Дмитрий Потапенко Дарья Гордеева до прихода Дмитрия Борисовича Орешкина будет возможность обсудить с вами вот ту самую субъективную границу бедности о которой рассказали нам нащупали где мы оставайтесь с нами Потапенко будет россияне нащупали таки субъективную границу бедности в восприятии россиян семья живет бедности если средний доход одного члена не превышает 12 с половиной тысяч рублей показало исследование левада центров 40 процентов респондентов сообщили что их доходы ниже этой субъективной границы при этом отмечается что для поддержания нормального нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38 тысяч рублей на человека это также согласно опросам слушатели пишут получаю 158 на себя одну мне хватает и считаю это оптимальным уровнем из тюмени сообщение 100 120 тысяч в месяц на семью из четырех человек в тюмени на жизнь хватает но закрыть досрочно кредиты не можем 730 101 телефон прямого эфира доброе утро доброе утро слушаем вас алло доброе утро доброе утро да слушаем вас меня зовут Евгений я из города моста приятно что-то вас снова дозвонился я хотел наверное добавить ложку меда по поводу москвы мой доход он составляет примерно 450-500 тысяч рублей в месяц занимаюсь с небольшим бизнесом доход моей супруги составляет около 100 тысяч рублей на работу в сфере красоты на нас двоих учитывая все накладные расходы которые мы тратим за месяц это примерно 200-250 тысяч рублей то есть это тот уровень на котором мы действительно как вы предыдущие ораторы сказали мы выживаем то есть мы снимаем квартиру мы покупаем еду мы отдыхаем по выходным мы выживаем все что остальное выше мы можем откладывать но чаще всего здесь работает правило чем больше у тебя денег чем больше ты хочешь тратить это безусловно и учитывая все эти возможности мы можем откладывать опять же не больше 100 тысяч рублей в месяц для москвы с такими доходами это смешно я пытаюсь понимать я зарабатываю сумму превышающую топ-менеджмент многих крупных компаний но при этом как было сказано в рекламе до этого я не могу посрочно досрочно подойти свои кредиты да иногда такое одручает откровенно такие цифры они одручают ты работаешь самыми днями получаешь полмиллиона рублей но денег у тебя нету я езжу на машине которая намного дешевле чем машина которую я вижу вокруг тебя на дорогах вот как так получается ну как говорил Конфуций ну он конечно не к деньгам это относил но в целом к ему приписывают эту фразу много имеет не тот кого много приходит а тот кто мало тратит да только не забывай что у нас еще какие-то ужасающие цифры именно по работающим нищим да это еще один важный момент а вот пишет нам я вообще в шоке от сообщения у всех все плохо все недовольны буквально всем зарплатами дорогами медициной образованием но лица во власти не меняются уже 20 лет как так массовые митинги где провалы правящего режима на выборах этого нет значит всех все устраивает или все думают что те люди которые за 20 лет ничего не сделали в следующий срок им сделают нет 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 я считаю что причинно-следственная связь вот ты знаешь вопрос обращения вот со всякой помощью и всегда должен начинаться а как вы последние там что называется 10-15 лет действительно голосовали ходили ли на выборы ходила ли ваша семья ну вот смотри например я хочу поблагодарить официальную пропаганду вот прямо вот читаю я что в предыдущей части часы сказал что считаю что доход до 25 тысяч должен не облагаться никакими налогами более того никаких платежей там на сайтах госуслуг или еще ничего подобного не должно существовать вот мне пишут Дмитрий а как и как решат проблему бедности 13 процентов дорогой наш радиослушатель никаких 13 процентов с вашего дохода не вычитается напоминаю так называемый подоходный налог это всего лишь одна часть от вашей от вашего дохода который работодатель потому что вы никогда в жизни не платили налоги отдает в некие фонды суммарно вы на самом деле оплачиваете как минимум 39 а реально порядка сорока одного сорока трех там ближе к 50 процентов под полтинничек зависимости от условий труда множество факторов на рабочем месте в общем работодатель за вас отдает 40 процентов дохода поэтому 40 ну давайте будем округлять цифр красивыми цифрами говорить 40 процентов дохода от дохода например хотя бы 25 тысяч решит очень и очень много поэтому давайте прекращать это экономическое мракобесие как минимум и не будем его распространять ну а границы по-моему бедности у нас не существует семьсот тридцать сто и один плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 номер нашего смс портала друзья впереди обсуждение всяких важных очень интересных тем как это бывает всегда когда к нам в гости приходит Дмитрий Борисович Орешкин рубрика крепкий Орешкин 2 сразу после выпуска новостей можете звонить и не забывайте про видеотрансляцию на нашем канале в ютубе и писать вопросы главное не переключайтесь Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова